Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро всем, кто в эти минуты присоединяется к нам на канале Россия. Говорить сегодня будем про здоровье. Ну, не то чтобы про здоровье в общем, а скорее о том, какой недуг сегодня нас одолевает, потому что численность россиян, болеющих сезонным гриппом, острыми респираторными заболеваниями растет день от дня, ну, не стало исключением и наша Карачаева Черкесия. На те вопросы, которые мы подготовили, будет отвечать сегодня большой специалист, которому лично я доверяю на 100%. Специалист, который знает, на мой взгляд, абсолютно все про вирусы, про инфекции. Это пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Елена Покровская. Доброе утро, Елена. К сожалению, вот такую картину наблюдаем сегодня, что численность заболевших даже в городе Черкесске растет день от дня, к бабке не ходи, что называется, потому что даже садясь в общественный транспорт, отовсюду слышим кашель, чихи, сморкания и так далее, и что говорит о том, что очень много людей болеет. Нужно сказать, что симптомы очень похожи на привычные нам ОРВИ, ОРЗ, грипп, но тем не менее добавилась длительность заболевания. Мы стали болеть дольше и какой-то очень изныряющий кашель. Лена, скажите, пожалуйста, это не покинувший наш коронавирус? Это, может быть, наши ОРВИ, ОРЗ, которые поменяли свою какую-то составляющую, добавили еще какие-то вирусы к привычным нам заболеваниям? Чем мы сегодня болеем? Галина, я, прежде всего, хочу сказать, что в разрезе инфекционных заболеваний большая часть из них выпадает на долю острых респираторных вирусных инфекций. И как раз в это время, в конце января, у нас наблюдаются пики заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Что касается разреза этих респираторных, чем мы болеем, какими видами инфекции мы болеем, ну, действительно, Центр гигиены и эпидемиологии в нашей республике ведет постоянный мониторинг возбудителей острых респираторных вирусных инфекций. Ну, то есть еженедельно в нашу лабораторию ПЦР-диагностики поступают материалы от заболевших из всех муниципальных районов и городов нашей республики. Ну, вот, к примеру, на прошлой неделе у нас 24 человека обследованы. Ну, это люди, как правило, болеющие средней тяжелой степени тяжести острыми респираторными вирусными инфекциями. И мы определяем именно, какие виды возбудителей, какие вирусы вызвали у них заболевания. Делается огромное количество анализов. Вот у этих 24 человек 346 исследований проведено на все главные виды возбудителей, возбудителей, какие мы предполагаем, которые могут у нас циркулировать. Но нужно сказать, что не только в нашей республике, но и в целом в России сейчас наблюдается так называемая тридемия. Ну, это, конечно, от такого термина нет, но люди говорят, специалисты все чаще пользуются этим словем. Тридемия. Из названия уже видно, что это эпидемия, вызванная тремя видами острых респираторных вирусных инфекций. Ну, это прежде всего грипп. Как правило, грипп занимает львиную долю, большую долю. Именно вот в это время, в конце января в нашей республике. Это коронавирусная инфекция, которая никуда не ушла, но она снизилась до небольших показателей. И острые респираторные вирусные инфекции. На их часть, вот как раз-таки большая часть приходится. На эти виды. Там много очень различных видов. Ну, что касается гриппа. Грипп циркулирует. У нас вот в начале эпидемии сезона мы выделяли и грипп B, но сейчас в основном идет грипп A. Под вид его H3N2, то есть, ну, так называемый гонконгский грипп. Вот. Ну, люди сталкиваются с тем, что проявления его в такой манифестной форме, то есть ярко выраженные, со всеми симптомами гриппа. Это и высокая температура, и все, что характерно для гриппа. И, как правило, грипп у людей вызывают очень тяжелые осложнения и вплоть до летального исхода. От тех людей, которые не получили специфическую профилактику, то есть прививки не сделали. Ну, на прошлой неделе у нас выделено вот из этих 24 человек у 5 человек грипп. То есть 20% приходится на долю гриппа A. Дальше у нас идут острые респираторные вирусные инфекции. Среди них очень такой разнообразный микробный пейзаж. Это, как всем известные, хорошо известные, риновирусы, аденовирусы, РС-вирусы. Ну, также и возбудители, которые стали циркулировать последние несколько лет в нашей республике и в России в целом. Это такие, как боковирус и метапневмовирус. Какие-то ругательные слова. Прямо чуть-чуть русским языком, пожалуйста. Обычные, это обычные инфекции, то, что в народе называют простудами. Ничего необычного нет, просто раньше никогда так целенаправленно не изучали, их не идентифицировали. А сейчас, когда лабораторная диагностика дошла уже до высоких, таких охвата, большого охвата, конечно, все это изучается очень подробно и смотрится. Ну, и также определенную долю, пусть небольшую, но коронавирусная инфекция, в общем-то, никуда не ушла. Она циркулирует. Ну, сейчас в мире циркулирует где-то около 30 различных видов коронавирусной инфекции. В основном это разновидности штамма омикрон. В Российской Федерации 10-12 видов. Ну, надо полагать, в нашей республике, в общем, тоже из этого числа. Ну, по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, в общем, количество людей не так высоко, как острореспираторная вирусная инфекция. Ну, вот я хочу сказать, что к концу прошлого года у нас заболеваемость коронавирусной инфекции несколько подросла. Ну, как несколько подросла? Если вот за неделю было, за неделю было, значит, последние три недели года было, значит, 46, 77, 87 и 47 случаев. Последние четыре недели, вот за декабрь. Это вот так вот она немножко подросла. К концу года начало немножко падать. В начале этого года у нас были на первой неделе 14 случаев коронавирусной инфекции, на второй неделе 47 и на прошедшей третьей неделе 8 случаев всего лишь в неделю в республике коронавирусной инфекции. Эти данные у вас на основании каких исследований? Эти данные на основании лабораторных исследований. То есть каждый заболевший, обратившийся к врачу, обследуется при помощи тестирования, тест-систем. Это экспресс-тесты. Экспресс-тесты, да. Как только регистрируется случай заболевания, значит, эти данные поступают в нашу статистику. Скажите, пожалуйста, вот уже в декабре месяце в социальных сетях было очень много информации, что болеют маленькие детки. Вот буквально 2-3-4-летнего возраста. Почему произошел такой скачок? Ну, вы знаете, даже несколько дней в декабре, немножко раньше, как только начался эпицезон, вот с осенними месяцами, в октябре, в ноябре, у нас были несколько превышены, немного превышены эпидемические пороги среди детей раннего возраста. Ну, это объясняется с точки зрения эпидемиологии. Дело в том, что эти дети, которым 3 года, 4 года, они родились в эпоху коронавирусной инфекции. Тогда, когда все мы защищались при помощи масок, когда старшие дети не посещали дошкольных учреждений, не ходили в школу, не приносили в дом инфекцию своим младшим братьям и сестрам. То есть эти дети не столкнулись за свою маленькую жизнь ни с какими видами острых респираторных вирусных заболеваний. Следовательно, у них не сформировался иммунитет. Ведь, как известно, ребенок не повзрослеет и не станет здоровым, пока не переболеет всеми двумя стами видами острых респираторных вирусных инфекций. Значит, а сейчас, когда началась широкая циркуляция этих инфекций, собственно, все мы с вами не болели острыми респираторными вирусными инфекциями, пока у нас был обязательный масочный режим, потому что маска очень надежно защищает от гриппа, от РВИ. За годы коронавирусной инфекции у нас были нулевые показатели гриппа. То есть грипп не выделялся, он не распространялся, потому что люди носили маски. Маска защищает очень надежно от гриппа и РВИ. От омикрона маска может быть не защитить, только респиратор может на 100% надежно защитить. Она снижает, конечно, риски, но не до такой степени. А вот от гриппа и от РВИ мы себя надежно защищали, мы не болели этим. И у людей нашего поколения также немножко... А иммунитет, вы знаете, что он недолгосрочный, он на какое-то время вырабатывается от РВИ и гриппа. И, собственно говоря, наш организм уже несколько утратил вот этот иммунитет специфический для РВИ и гриппа. Поэтому сейчас мы все болеем. Поэтому сейчас у нас отдаёт превышение эпидемических порогов, потому что мы немножко подзабыли, что это за инфекции. И заново приходится нам нарабатывать свой, повышать свой иммунитет. А вот вводить в Крачево-Черкесию, в больших городах масочный режим, поголовный, пока нет необходимости? Ну, вы видите, что пока необходимости такой нет. Коронавирусная инфекционная ситуация достаточно стабильная, заболеваемость низкая. У нас рекомендован масочный режим для людей пожилого возраста, для групп риска. Ну, это рекомендации. Люди могут этим пользоваться, могут не пользоваться. У нас введён масочный режим в медицинских организациях для персонала и для посещающих. Ну, вот это вот точечные такие меры, которые, собственно говоря, должны сдерживать распространение инфекции. Когда можно ожидать уже спад эпидемии, который мы сегодня наблюдаем? Ну, мы не говорим сейчас об эпидемии, мы говорим о сезонной заболеваемости. Но дело в том, что у нас эпидемические пороги, ну, с начала года, собственно, превышены в целом по Карачаево-Черкесской республике. И вот на прошедшей неделе у нас эпидемический порог на 33% превышен в целом по республике. В основном за счёт таких групп населения, как население 15 лет и старше, здесь эпидемий порог на 69% превышен. И среди детей, как я говорила, 3-6 лет за счёт этих контингентов. Ну, сейчас, на позапрошлой неделе у нас были темпы заболеваемости везде положительный шёл рост. На прошлой неделе, прошедшей третьей неделе года, в целом, совокупно по республике, у нас прирост положительный. Хотя низкий, 4% всего лишь идёт прирост. Но в отдельных когортах населения сохраняется положительный прирост. Это среди детей, ну, среди школьников 7-14 лет положительный прирост. А вот среди взрослого населения уже идёт тенденция к снижению темпов заболеваемости. Ну, вот я хочу, чтобы обратить ваше внимание, Галина, и наших телезрителей, когда я говорю вот этими терминами, может, многим непонятно, когда мы говорим эпидемические пороги, то это означает, что средние многолетние показатели. То есть берётся последние, там, 5 лет, и по формулам высчитывается, сколько людей каждый год болели, и какой считается такой вот вычисленный порог, ну, то есть вот черта, когда уже, ну, больше болеют, чем за средние последние 5 лет, к примеру. Вот, ну, учитывая, что у нас была эпидемия коронавирусной инфекцией, и люди практически не болели у РВИ, у нас эпидемические пороги, понятно, что планка снижена несколько, поэтому мы говорим о превышении. Вот такие абсолютные показатели, как на этой неделе, в прошлые предпандемийные годы, скажем так, в общем-то, здесь не было, мы бы не говорили о превышении эпидемических порогов, то есть они по абсолютным цифрам были нормальными, обычным явлением для этого времени года. Но поскольку конец января, начало февраля у нас всегда это пиковые, вот когда пройдет это время, тогда, скорее всего, мы перестанем с вами болеть. Елена, еще очень часто люди интересуются, может ли человек, переболевший коронавирусной инфекцией, заболеть снова? Ну, снова заболеть этим же подвидом коронавирусной инфекции, ну, может, как-то бессимптомно в легком состоянии. Но поскольку я говорила, что циркулирует несколько различных подвидов той же коронавирусной инфекции, человек заболеть может. Он может заболеть даже не коронавирусной инфекцией, а гриппом или ОРВИ. И вот эти сочетания, сочетанная инфекция, она, собственно говоря, достаточно распространена. Статистика показывает, что каждый четвертый человек, заболевший, ну, вот, обследовались люди в средне-тяжелой степени тяжести, как правило, болеет, у него выделяются несколько возбудителей различных. Я смотрела показатели, это вот четвертый, каждый четвертый весной 2023 года. У этих людей было несколько видов инфекции, поэтому такое тяжелое, тяжело так люди болели. Спасибо большое, спасибо за участие в программе. От души желаю вам доброго здоровья и почаще приходите к нам с полезными информациями, с полезными какими-то рекомендациями. Мы всегда очень рады вас видеть, Лен, спасибо большое. Не за что, я всем желаю здоровья и позитивного настроения. Спасибо, Елена. Друзья, напомню, что сегодня у нас в гостях была Елена Покровская, пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии. Ну, а вам мы тоже желаем доброго здоровья. Оставайтесь с нами на канале России. До свидания.